Это кадры из документального фильма о Пермской галерее. Он был снят несколько десятилетий назад. Надежда Беляева в то время один из самых молодых музейных руководителей в стране. Она стала директором в 30 лет. Признается, что поначалу было чувство некоторой неуверенности. Вспоминается то, что я путалась в этих коридорах. Вы знаете, я заходила на второй этаж и думала, так, если подняться в интеллигенную скульптуру, то мне нужно направо повернуть и налево. Мы все сначала проходили, изучали этот маршрут. Надежда Беляева рассказывает, двигаться по профессиональному маршруту ей всегда помогала надежная команда – хранители, реставраторы, искусствоведы. Каждый из них хорошо знает свое дело. За 40 лет в Пермской галерее состоялось немало масштабных выставок, каждая из которых – крупное событие. Показывали раритеты из Пермского собрания и не только. Сюда, например, привозили произведения ювелирного искусства, созданные фирмой Карла Фаберже. Тогда экспозицию посетили около 150 тысяч человек. Не меньший интерес был и к выставке из музея-заповедника Павловск. Семейная история Екатерины II, ее сына и наследника, императора Павла, была рассказана с помощью подлинных вещей того времени. Человек в музее – это как режиссер. Он сам выбирает, какой ему поставить спектакль. И это каждый раз новый спектакль. Я думаю, что всегда это энтузиазм, который зиждется на вере. Веря, что это возможно. И если этой веры нет, то любое дело, музейное или любое другое, оно невозможно. Пермская галерея – участник многих выездных выставок. Экспонаты из ее коллекции показывали в Испании, Франции, Великобритании и Монако. По словам Надежды Беляевой, впереди крупные проекты, касающиеся истории рода Строгановых, а также столетия Пермского университета. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.